Активисты велодвижения предлагают жителям областного центра внести свои идеи по организации велосипедных дорожек. В социальных сетях все желающие могут добавиться в группу «Вело Владимир», где идет обсуждение по разработке веломаршрутов города. Здесь, конечно, нам бы хотелось как можно больше сейчас пригласить в наше направление, вот это вот, в разработке этих маршрутов, в том числе, как я сказал, велосипедных, чтобы они не пересекались с пешеходом. Как можно больше участников этого движения, с тем, чтобы это было действительно важно и чтобы это все получилось. Надо с чего-то начинать. Город наш древний, более тысячи лет история, как мы понимаем, и князь Владимир явно не думал, что будут велосипеды в 21 веке. Любители двухколесной езды решили поддержать 20 мая акцию на работу на велосипеде, тем самым, надеясь, привлечь внимание к проблеме велосипедного движения в нашем городе. А проблема заключается в том, что наш город совершенно не обустроен дорогами для велосипедистов. Велосипедистам приходится выбирать либо ездить по, соответственно, магистралям, дорогам, делить с автомобилистами свое движение, либо же, в большинстве случаев, сейчас мы заметили эту тенденцию, просто по, что называется, протетуарам, да, что тоже нарушение законодательства, это штраф соответствующий, вот, ну, благо пока ГИБДД, в общем-то, на это закрывает глаза. Кроме того, наши велосипедисты не знают правил передвижения и безопасности на дорогах, в связи с чем так высок уровень травматизма. Значит, вышли на дорогу, помни, что ты должен быть всегда ярким, вот, одет вот так вот, ярко, красным, желтым, потому что хочешь остаться в живых, сделать так, чтобы тебя замечен. Ну, меня сбивали, был на такие факты биографии, и знаю штандартный ответ, когда спрашивают водителя, который, я его не видел, это правда. Глаза у них устроены так, КАМАЗ сейчас с ним опасно для жизни, с Джипом опасно для кармана, дорого обойдется. Велосипедисты его не видят, и нас игнорируют, не пропускать, подсознательно, просто, то есть будьте яркими. Второе, вот эта штука, давайте шлем, корона, велосипедисты, это как журнальная щетка. Вот, будьте любезны в нем, и знаю реальных людей, которые спасают жизнь. Если вы упадете, вас собьют, руку-ногу сломают, это одно, но когда вы голову прошибете, это плохо. Все участники пресс-конференции пришли к выводу, что велокультуру развивать необходимо. Если в ближайшее время велодорожки на улицах города не появятся, то самим любителям велосипедов не нужно забывать и об остальных участниках дорожного движения.